ВИВАТ-студент. В Ненецком округе подведены итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года». О самом популярном первенстве среди учащихся высших и средних учебных заведений расскажет мой коллега Василий Хатанзейский. Екатерина Учейская, студентка социально-гуманитарного колледжа, уже на протяжении трёх лет курирует своих одногруппников. И за это время староста своей группы показала себя с хорошей организаторской стороны среди педагогов и студентов. Вообще я не знала об этом конкурсе, не имела понятий, не особо горел желанием участвовать. Но в один прекрасный момент Елизавета Викторовна Протопопова, наш преподаватель колледжа, подошла ко мне, спросила, не хочу ли я поучаствовать. Я согласилась, и мы начали с ней подготовку нашего резюме, видеоролика и остальных документов. Студентка добросовестно относилась к своим обязанностям и активно участвовала в общественной жизни колледжа. Это и стало залогом успеха на конкурсе. Екатерина одержала победу в номинации «Староста года-2021». Студент Ненецкого аграрно-экономического техникума «Павел» также является активным участником в общественной жизни своего учебного заведения. Но больше предпочтения даёт творческой жизни. Когда я рассказывал о своих успехах, я упомянул в первую очередь Народный студенческий театр «Выбка», который был у нас в техникуме. Там я играю уже третий год, ну и так выходит, что мне дают исключительно главные роли. И вот блистая далее, у нас периодически в техникуме происходят различные мероприятия, приуроченные к разным праздникам. Например, сегодня был день первокурсника. Там я являлся куратором в одной группе. И мы с товарищем подготовили собственный номер, то есть мы его придумали с нуля. Наверное, в этом и заключается творческая деятельность. Активное участие во всех мероприятиях оценили члены жюри и присудили Павлу звание «Творческая личность года-2021». Победа в региональном конкурсе для Павла – хороший результат. Ведь с каждым годом российская национальная премия набирает обороты, и держать победу на региональном уровне удается не каждому. Очень приятно, что у нас в этом году участвовало столько людей. У нас было порядка 15 заявок. Ребята очень старались. Ребята подготавливали режимы, видеовизиты свои подготавливали. Мы смотрим по своим впечатлениям визуальным, что с каждым годом ребята все лучше и лучше готовятся. Этот конкурс все больше и больше придает значимости нашей молодежи. По итогам конкурса экспертная комиссия выделила шесть победителей регионального этапа. Помимо уже представленных конкурсантов, номинация «Общественник года» победу одержала Катрина Тайбарей. Лучшим в номинации «Спортсмен года» стал Лузгин Егор. Победителем среди участников номинации «Профессионал года» стал Дмитрий Хатанзейский. В командной номинации «Добровольческое объединение года» победу одержал клуб «Экос». Следующий этап премии пройдет с 26 сентября по 9 октября 2021 года. Оценивать финалистов регионального этапа будет заочно экспертный совет премии. Победители отправятся на финал, который будет проходить с 6 по 11 ноября в Москве. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.